Мы продолжаем нашу тему, и как Антон Андреевич сказал, что очень важно всесторонний мультидисциплинарный подход. И кожа является самым большим органом человека, и основные проблемы, с которыми сталкиваются наши пациенты, особенно если они получают таргетную терапию по поводу рака легкого, колоректального рака, это проблемы со стороны кожи. Это могут быть высыпания в виде сыпи, это со стороны кожи, может быть сухость кожи, кожный зуд, со стороны ногтей, паронихий, со стороны волос, либо повышенная склонность к росту, иногда ресницы начинают очень бурно расти. Но основное-то, конечно, что? Ведь кожа должна хорошо быть увлажнена, потому что это барьер от проникновения аллергенов и микроорганизмов. И потеря воды приводит к сухости и потерю барьера. И это всё взаимосвязано. А учитывая, что, ещё раз подчёркиваю, кожа – это самый большой орган, то здесь мы можем помочь даже в отношении профилактики инфекции. И используя, чуть позже мы поговорим о тех средствах, которые всегда у нас могут быть под рукой, и мы можем помочь защитить кожу, увлажнить кожу. Всё у нас живое происходит из воды, и мы сами появились когда-то на свет из утробы мамы. Поэтому этот момент, вода, да и человек в большей части состоит из воды, поэтому об этом надо всегда помнить. И вот именно профилактика инфекции, с которой сталкиваются наши пациенты, которые получают таргетную терапию, связана именно с нарушением кожной защиты. И вот те увлажняющие средства, которые есть и могут быть под рукой, они способствуют удержанию воды, защите барьеров, улучшению текстуры, уменьшению шелушения, покраснению и как результате профилактики инфекции. Лечение сухости кожи, это, прежде всего, применение смягчающих средств. Мы их наносим, рекомендуем наносить пациентов на кожу кистей и стоп, на кожу туловища. Для лечения инфицированных трещин в ряде случаев возможно применение мази с антибиотиком в качестве местного обезболивающего средства и для восстановления тканей. Сразу могу сказать, что, конечно же, мы сами не должны заниматься самолечением. Нужно проконсультироваться с онкологом, с лечащим онкологом, а также в центрах, например, в нашем центре, как на текстильщиков, так и на воровского работает врач, так как мы называем ассоциированный дерматолог, который глубоко в данной проблеме и может дать квалифицированное заключение. Но сейчас все больше уже дерматологов прекрасно осведомлены о тех проблемах, которые сталкиваются онкологические пациенты, получающие таргетную терапию и химиотерапию, в частности препарат, всем хорошо известный капицитабин. Тем не менее, выраженность возникновения этой кожной реакции у всех разная. И, в частности, обсуждается назначение солициловой кислоты, 50% пропилен, гликоль при трещинах. Есть препараты, которые рекомендуются к назначению при выраженном зуде. Это, в частности, бетаметазон 1-2 мл внутримышечно при выраженном зуде 3-4 степени на 2-3 сутки после введения моноклонального антитела. Также глазные капли могут применять, согласно инструкции, при сухости роговицы. Те проблемы, с которыми наши пациенты сталкиваются, мы сталкиваемся на своем приеме, когда пациенты показывают нам свои руки и пальцы ног. Здесь вот так вот выглядят пальцы с паранихиями. То здесь рекомендуется назначение антисептика, в частности, хлоргексидина, эритромициновая мазь. Системные антибиотики такого ряда, как доксициклин, азитромицин, пожалуйста, не пугайтесь. Если доктор во время таргетной терапии, которую вы получаете, назначаете вам антибиотик, назначается, не пугайтесь, это показано, это имеет место быть, потому что та реакция на кожу, которая может быть вследствие назначения таргетной терапии, а механизм действия, просто препарат, он действует на эпидермальный фактор роста как в опухолевых клетках, так и нормальных клетках и тканях нашего организма. Поэтому проблемы одни и те же. Но если мы продолжаем назначать таргетную терапию, то наши пациенты должны получать, в частности, пероральный тетрициклин, доксициклин, и уменьшается выраженность кожной реакции. Еще раз подчеркиваю, что самоизлечением мы, конечно же, не занимаемся, но мы обращаемся на прием к онкологу. Терпеть кожную реакцию до того, как визит к онкологу состоится, не нужно. Если она выражена, то нужно записаться на прием и обозначить ту проблему, которая сейчас есть. Ну и также вот нестероидные противовоспалительные препараты могут быть использованы в качестве симптоматической терапии. И здесь, опять-таки, лечение изменит со стороны волос. Как я говорила, уже отмечала, что может быть повышенный, усиленный рост волос. Это называется трихомегалия. И здесь, в частности, может использоваться крем для удаления волос на лице. Это эфлорнитин, гидрохлорид или лазерная эпиляция. Этого пугаться не нужно. Вот, соответственно, медикаментозное лечение, профилактика кожной токсичности. Профилактическая медикаментозная терапия начинается накануне или в день ведения приема препарата. По назначению, подчеркиваю еще раз, доктора-онколога. Но, тем не менее, о чем нужно помнить пациентам? Ведь на сайте и организации «Здравствуй» на нашем сайте есть, и мы нашим пациентам даем памятки, где написано, и более того, выпущено пособие для пациентов, которые получают химиотерапию, в которых написано, что как нужно ухаживать за кожей. Ведь увлажняющие кремы, они, еще раз подчеркиваю, оказывают питательное действие, смягчая, и наносить нужно лицо, руки, ноги, шею, спину и грудь каждое утро. Но самое важное, помнить о солнцезащитных кремах, ношении одежды, которые будут закрывать кожные покровы, очки, шляпы. И вот средства с солнцезащитным фильтром наносить перед выходом на улицу на открытые участки тела в период весна-осень. Ну и системные антибиотики, если онколог их назначает или врач-дерматолог, то доксициклин в дозировке 100 мг и принимать один раз в сутки внутрь длительно. И опять-таки, почему мы говорим, что нужно обращаться, конечно же, за аптечной косметикой, потому что здесь важна минеральная составляющая. Не та минеральная вода, которая назначается, например, из Сентуки, там 4 или 17 номер. Здесь это другая вода. Мы сейчас постараемся объяснить, чем она отличается от минеральной воды, которую мы пьем по назначению гастроэнтеролога или когда ездим в Сентуки или там Трусковец или еще в Минводы. Здесь, во-первых, постоянный уникальный состав. Здесь это направлено, есть микроэлементы и сочетание активных веществ, метаболитов, микрофлоры, аквадаламия, специфичная для термальной воды. И, кроме того, снимается воспаление. Вот эта минеральная вода аптечная, во-первых, она сама по себе низкая минерализация. Вот почему нельзя использовать ту воду, которая продается тоже также в аптеках, но для лечения либо различных состояний, связанных с гипокинезией или гиперкинезией желчевыводящих путей. Здесь, посмотрите, низкая минерализация, идеальное соотношение кальция и магния, что способствует активации восстановления кожных покровов, богато соединениями кремния, что смягчает и улучшает механические свойства, и богато олигоэлементами, такими как железо, марганец, цинк, медь. И все это способствует поддержанию естественного pH кислотности кожи. А pH воды здесь нейтрально составляет 7,5, и это тоже немаловажно. Характеристики термальной воды, вот то, на что нужно обращать внимание и что важно, особенно для пациентов, которые получают таргетную терапию или же химиотерапию и нарушается метаболизм кожи, и проявляются различные изменения кожные. Вот та уникальная композиция из микроэлементов, она представлена на слайде, и это все способствует улучшению клеточного метаболизма, защиту от окисления под влиянием свободных радикалов. Ну и хотелось бы сказать, что на коже у нас живет много бактерий, и это в свою очередь, знаете, такая как микрокосмос, макрокосмосе нашего организма. Микробиом существует не только в кишечнике, но и на коже, и слизистой полости рта, и здесь очень важно поддержание мира, в том числе и среди микробов, которые находятся на поверхности нашей кожи. И вот те микроорганизмы, которые живут в аквадоломе, они очень дружат с микробами, которые живут на нашей коже. И здесь с чем это связано? Что данный аквадоломе специфичен для термальной воды, живет в чистых глубинных водах источника и продуцирует активные субстанции. Почему, собственно, я стала говорить именно об этой воде? Чуть позже уже центры, ведущие центры, онкологические центры европейские, начали проводить клиническое исследование, рандомизированное, в которое было показано уникальные свойства воды. Казалось бы, что здесь особенно, но это приводит к смягчению, снятию раздражения и воспалению. И здесь вот мы дальше представим первое исследование, посвященное терапии термальной воды у больных рака молочной железы. Это рандомизируемое, контролируемое исследование. И здесь эффективность подтверждена опросниками по качеству жизни. И специалисты из Института Густава Руси, это один из ведущих онкологических центров Европы. А также специалисты из Нью-Йоркского центра, это Memorial Sloan Kettering Cancer Center, это достаточно значимый онкологический центр, который известен работами по изучению побочных эффектов на коже пациентов, подходящих к лечению от онкологических заболеваний. Ну и также центр по изучению онкологических заболеваний города Тулуза также принимал участие в данном клиническом исследовании. И было показано, что качество жизни пациентов, которые использовали в качестве гидротерапии термальную воду, выросло на 34% благодаря прохождению курса лечения гидротерапии. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, что важно использовать термальную оптичную воду, так как в комплексе это приносит ряд пользы, и это подтверждено результатами рандомизированного исследования. Ее рекомендуется использовать при раздражении и воспалении кожи, особенно после лучевой терапии, для облегчения состояния снижения выраженности зуда, вызванного применением таргетной терапии, химиотерапии, пряк на подобных высыпаниях. И также все это, конечно же, в комплексе вместе с теми препаратами, которые назначают врачи-онкологи или же дерматологи. И можно использовать в качестве примочек, орошения. Ну а рекомендуется хранить спрей в холодильнике для усиления успокаивающего эффекта. Такой вот охлаждающий эффект, он даже важен, но опять-таки подчеркиваем, если нет рекомендации стороны онколога. Потому что в ряде случаев, если пациенты, например, получают оксалиплатин, кожное резкое охлаждение или, наоборот, высокая температура может вызвать дискинезию, нарушение чувствительности. Ну и также рекомендуется использовать аптечные крема и бальзамы. Они приводят к мгновенному эффективному действию в отношении снятия зуда. Здесь представлены различные препараты. В любом случае данная презентация будет представлена у нас на сайте, в ютюбе НИИ-онкологии. Всегда можно будет ознакомиться. Олег Сергеевич, у нас еще месяц, да, это потом можно будет по ссылке пройти и посмотреть эту презентацию. Всегда можно будет посмотреть, так как мы ограничены сейчас по времени. Но суть, еще раз хочу сказать, что важно, наряду с теми рекомендациями, которыми назначает онколог, аптечная косметика помогает эффективно справиться с проблемами, улучшить качество жизни. Потому что кожа – это зеркало организма. Сергей Петрович Боткин, ведущий терапевт, еще в XIX веке отмечал. Так как это самый большой орган, иммунный орган, марьерный орган, психосоматический орган. Если у нас даже мы не получаем никакого лечения, а на коже происходят проблемы, стоит задуматься, а все ли у нас в порядке. Всегда нужно обращаться. То есть если происходят какие-то проблемы на коже, нужно своевременно обращаться к терапевту или к онкологу. Это всегда очень важно.